Всем привет! С вами Елена Баски. Я сегодня опять не одна. Со мной моя прекрасная мама, историк, знаменитый москвовед, автор многих книг по Москве. Мы сегодня с вами раскроем тему еще одного исторического персонажа, про которого вы вряд ли что-то знали. Задолго, 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 еще до Николая II, а было 1803 год, то есть это просто 200 с лишним лет тому назад, замечательный был такой у нас аристократ, граф, Федор Иванович Толстой, американец. Это был двоюродный дедушка Льва Николаевича Толстого. И настолько он был яркой личностью, что Лев Толстой мечтал написать о нем роман. Так вот, он, отправившись в путешествие, потому что, ну, видимо, у нас не делали еще татуировки, поэтому и у нас и Николай II сделал в Японии, да, и Толстой, американец, сделал на Львудских островах. Так вот, он отправился в путешествие после многочисленных дуэлей, когда император сказал, все, еще одна дуэль и вечная каторга Сибири, он отправился в путешествие на корабле Надежда с Крузенштерном. Причем его взяли как благовоспитанного юношу, благовоспитанную особу, которая своим примером может сдержать команду. Мало того, он должен был представлять нашу страну на переговорах в разных странах. И вдруг этот благовоспитанный юноша устроил погром на корабле, он напоил всех, в том числе и корабельного попа, поп упал, борода, естественно, в усмирь напоили. Вот, упал, заснул, бороду толстый американец залил сургучом и припечатал государственной печатью, которую взял из кабинета Крузенштерна. Утром поп просыпается, ТРПР, а ничего сделать не может, потому что сломать государственную печать – вечная каторга Сибири. Поэтому ему отрезали бороду под самый корешок. И вот таких проказ было очень-очень-очень много. Рассказывают, что на одном из необитаемых там островов каком-то купил он, он оказался обитаемым у острова, естественно, вот, купил он обезьяну. А вот, и жил с ней как с женой, так пишет Лев Николаевич Толстой. Конечно, интеллигентнейший Крузенштерн всего этого вытерпеть не мог, потому что пьянки, гулянки, вплоть до бунта на корабле. И он его высаживает на одном из Иллиутских островов. Он его высадил со словами «на обратном пути заберу». Но необитаемый остров оказался обитаемым, поэтому на следующий день он научил всех аборигенов из ягод гнать винище. Мало того, бражечку такую, мало того, стали они фехтовать на палках. И, конечно же, в карте он у нас самый известный картежник был. Говорят, что он продал душу дьяволу, его иногда называют татуированный дьявол, потому что он никогда не проигрывал. На всех своих дуэлей выходил всегда с честью и, мало того, никогда не был даже ранен. И вот тут возникает вопрос, почему такая фортуна? И вот есть разные версии, есть разные мнения. Но одна из самых распространенных – это, естественно, народ у нас все знает, продал душу дьяволу. А вторая, которая, мне кажется, наиболее правдивая, это то, что на Иллиутском этом острове, ему по одной версии Иллиутский остров, в другой – Полинезийский остров. А там, естественно, шаманы, дикари, а у них принято вот это искусство татуировок, сакральное, мистическое, каждый знак что-то значит. А он еще заболел какой-то жуткой болезнью. И, говорят, 12 дней он был без сознания, лежал. Но это было страшно, потому что вот того и глядит, душа отойдет к Богу. И вот нашлась там местная красавица, которая и травами, и не травами пыталась его опоить, но все, человек умирает. И потом она сделала ему татуировки. И вот говорят, что когда он приехал потом в Россию, все видели, от кончика пальцев до шеи не было ни одного сантиметра непокрытого татуировкой. Причем они были сакральные. Вот на груди была огромная птица, остались воспоминания, сакральные звери. Мало того, почему-то на руке у него было 12 таких, как браслетов, колец. И вот удивительно оказывается, как потом рассказала ему местная вот эта красавица, что 12 дней он находился при смерти. Поэтому каждый день, когда он мог отдать душу смерти, вот был опоясан этим кольцом. То есть когда он проснулся, он весь был татуирован. То есть она его опоила каким-то снадом, он даже не слышал, хотя боль-то была. Ведь какими-то специальными перышками, зубьем там рыбы делали. И он стал поправляться. Но она ему сказала, за все в жизни нужно расплачиваться. Ты заключил договор со смертью, поэтому с тебя 12 человеческих жизней. Ну и как рассказывает легенда, когда он вернулся в Россию, а вернулся он через Америку. А как он туда оказался, если его на острове оставили? А все очень просто. Он выиграл в карты полуострова у местного вождя и его маленькую внучку трехлетнюю. Вождь сказал, вон, вон с острова, иначе развратить всех моих дикарей. И поэтому посадил его в лодку, дал сопровождающего, и он попал в Северную Америку. И потом долго добирался до России. И вот представьте, прием, Крузенштерн приехал, его торжественно встречают. И тут валивается на этот прием сам толстой американец и начинает раздеваться, показывая все свои татуировки. Конечно, Крузенштерн был в шоке, но для всех это было что-то из вону рядом выходящее. Но это стал один из самых, наверное, таких колоритных людей того времени. Об этом только все говорили, охали, ахали. И что вы думаете? Конечно, кто там дает обещания на каком-то острове? Кто это собирается выполнять? Никто. Но тут он чувствует, что его мать заболевает и буквально чуть душу не отдала Богу. Отец в пьяной драке чуть не был там убит. Отец, который никогда, никогда ни с кем не связывался. То есть он видит, что его близкие все время вот на пороге смерти. И он задумался, ведь за все надо платить. Друга убили там на дуэли. То есть смерть, 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 смерть. Он вспоминает как раз об этом. И решил так. А как можно убить 12 человек? Да? И в то же время не прослыть убийцу и не попасть на каторгу. Дуэль! И поэтому он делает все, чтобы спровоцировать эту дуэль. И в своем доме он устраивает салон, картежник. Конечно, там передергивает. И поэтому Пушкин его назвал картежником и шулером. А он сказал, нет, нет, я не шулер. Я исправляю неточности судьбы. Конечно, передергивал. И иногда делал это нарочно. И чтобы было видно, человек начинал возмущаться. Он вызывал его на дуэль и никогда не промахивался. То есть 12 смертей должно было быть. 11. Вот одно за другим произошло. То есть буквально за несколько лет 11 человек он убил. И вот рассказывают, что настолько это надоело уже императору, что он сказал еще одна дуэль и вечная каторга в Сибирь. И вот тогда-то как раз и случился разлад с Пушкиным. И наш Пушкин чуть было не оказался тем 12-м, последним. Потому что уйти живым от толстого американца просто не было возможно. И спасло Пушкина только одно единственное. Потому что Пушкин сам взрывной человек. Он бы, конечно, никаких извинений никогда бы не принял. Он сам нарожен для себя всегда. И спасло его только то, что его отправили в ссылку. И вот 6 лет ждали, пока он приедет. А вот Пушкин и ссылки, чтобы была вот эта дуэль. И переписывались они едкими-едкими эпиграммами. И казалось бы, вот уже все. А вот неминуемо. Но в конце концов получилось так, что именно Пушкин и толстой американцы вот встретились два характера. Одинаково взрывные, одинаково такие колоритные. И они подружились. Мало того, что подружились. Именно Федор Толстой американец был сватом. Сватал Наталью Николаевну, вот, Гончарову. Поэтому, казалось бы, вот 11 смертей. Кто же 12-й, да? Вот смерть подходит. И вдруг ему ночью снится жуткий совершенно сон. Снится ему какая-то балмистая красная линия, которая появилась у него на лбу. И он вспоминает, что та вот как раз алютская принцесса объясняла, что когда появляется линия, это символ приближающейся смерти. И он решил смерть опять от себя. Раз нет 12-й, никто с ним уже не связывался. Все извинялись, никто дуэли не было. И он решил отодвинуть как бы эту смерть. И повелел сделать себе вот эту татуировку. Причем татуировку делал врач, который никогда этого не делал, поэтому не понимал, что там надо колоть, или что он просто взял откровенно стилет и взял и процарапал ему эту линию. И оказывается, это действительно линия была символом смерти. Потому что у него стали умирать дети. И вот тогда во сне ему явилась эта принцесса. Кстати, он обещал на ней жениться. А вот, конечно, обманул и бросил. И которая говорила, что за все в жизни ты будешь расплачиваться. И у него стали умирать детки. И он понимает, вот оно, где пришло наказание. И он написал на одном листе имена всех убитых на дуэли. 11 человек. А на другой стороне имена детишек. Детки умирали в младенчестве. А последняя дочка Сара, красавица, умница, поэтесса, Пушкин ей славу там предрекал, умерла в возрасте 17 лет. И он в ужасе понимает, что это расплата. И вот зачеркивает строчку, фамилию, имя ребенка. И пишет квит, квит, квит. Потом зачеркивает весь список. И внизу пишет, все, за всех расквитался. Слава богу, мой кудряш Просковишка будет жить. А Просковишка – это последняя у него 12-я дочка. И он говорил, слава богу, потому что если бы не Пушкин, вот такое совпадение, наверняка бы, конечно, и Просковишки не было. А Просковишка выросла. И стала посаженной матерью у Льва Николаевича Толстого на свадьбе. Ну, а татуировки Толстого и Американца вошли просто вот в историю. Мало того, рассказывают, что после смерти всех своих детей он стал очень-очень-очень набожный. Он стал набожный, уехал в деревню, стал молиться, развел кур, скот и жил благочестивой жизнью. Но судьба помнит от этих 12 детей расплата за погубленные жизни. Но он должен был как бы погубить 12 человек. И, кстати сказать, он у нас женился задолго до, что называется, до таких случаев на себе неровне, на цыганке, которая спасла его от неминуевого позора, потому что он проигрался в карты, первый раз в жизни в шуле попался. И, казалось бы, уже все, смерть подошла к нему, потому что он достал пистолет, вот она 12-я смерть, он должен был застрелиться, написал предсмертную записку, но судьба иногда играет с нами, и тут входит его цыганочка, Авдотья Тугаева, и говорит, «Милый, что с тобой?» Он говорит, уходи, уходи, несмываемый позор, невыполочный карточный долг. Уходи, он говорит, дай слово, что без меня не покончишь с собой, я приду, жди меня. И уходит. И к утру приходит и приносит драгоценности, приходит, как и приносит кольца и пачку денег. Оказывается, она все, что он ей дарил, собрала, она все это хранила. Мало того, пришла к своим друзьям-цыганам, с которыми так любил гулять толстой американец, рассказала, и сам цыганский барон снял перстень, положил. И тут же манисты, сережки, все сняли цыганки, и она ему на подносе принесла. И он в благодарность на ней женился. Вот у них как раз и были вот эти 12 детишек. Но вот смотрите, как судьба шутит. Казалось бы, стал благочестивым. Рассказывает, что он сутками молился, замаливал свои грехи перед смертью. Но когда он умер, естественно, слуги решили поживиться. Слухи о его богатствах-то ходили, и поэтому стали шманать, как сейчас бы сказали, весь его дом. А в это время вернулась хозяйка. Она уезжала, ее не должно быть дома. И повар вместе с кухаркой убили ее огромным ножом. Вот она, последняя ритуальная жертва. То есть, фактически, судьба взяла свое. 12 жертв было расплата за эту его бурную молодость. Все так интересно, что просто невозможно прервать и задавать какие-то вопросы. На самом деле, опять же таки, если мы говорим об аристократии, даже, что говорить, у королевы Виктории, бабушки нашей последней императрицы, у нее была тоже татуировка. То есть, в то время, именно это был, или как символ аристократии, это именно западная традиция, а вот восточная традиция, именно японская, это вот как раз глава каких-то криминальных кланов. И я думаю, оттуда потом пришло это уже к нам, да, вот что в тюремные татуировки пошли, может быть. Потому что, а может быть и раньше, потому что, вот смотрите, тоже малоизвестный факт, но даже Иосиф Васильевич у нас имел татуировку, да, но у него очень интересная татуировка. У него был не просто череп, потому что череп, когда изображают, это нормально, это символ быстротечности жизни. Вот святой Рани, мы с вами можем увидеть здесь, вот как раз, но с другой стороны, он изображен с черепом, потому что жизнь проходит, успеете сделать что-то путное в этой жизни, это символ быстротечности. А у Сталина был такой оскалившийся череп, оскалившийся череп, это символ пренебрежения ко всему. А вот я один властитель, Илья один знаю, а вот, ну а когда он мог это сделать? Ну, он, конечно, никогда был государем нашим, да, а, естественно, в тюрьме, вот вам о тюремной татуировке. Именно там был сделан, причем какими-то кустарными методами, там этот кирзовый сапог растворяли, он там горел, вот чтобы взять вот эту самую краску, мочой растворяли, что было, это, вот, но другого не было. Вот, поэтому у многих великих людей были эти татуировки, и самое главное, то, что всегда нужно рассматривать, наверное, да, с разных сторон, потому что это, вот, сакральные татуировки, вот, Полинезии, если возьмем, океании, да, народов, для них это реальная, вот, реальная татуировка, которая программирует себя. И, наверное, не случайно мы здесь встретились у задумчивого такого ангела, это по гравюрам Дюрера сделано граффити, который думает, размышляет о судьбах людей. И поэтому мне хотелось бы пожелать, кто вот такой шаг вот совершает, подумать, именно подумать, какую татуировку, не просто потому, что модно, а что она вам конкретно лично даст, вот, лично, в плане роста, да, в плане каких-то возможностей, может быть, она вам поможет, а может быть, наоборот, это будет оберег от злых сил, от неприятностей. Поэтому думайте и приходите к самому думающему тату-мастеру Елене Баске. Я думаю, это самое лучшее окончание нашего выпуска, которое могло быть. Именно об этом я постоянно твержу в своих постах и каких-то записях. И кто бы что ни говорил, что он делает просто татуировку просто так, все равно какой-то действительно есть смысл, тайны, и не всегда люди даже сами это понимают. Всем спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, задавайте новые темы в комментариях. Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok